Девепартнер программы Девепартнер программы Детейлинг студия Разберем это модное слово Детейлинг студия Раньше Встретить их на дороге была большая редкость Но сейчас этим никого не удивишь Впереди рубрика 2D девушки и дороги Сегодня в нашей рубрике В гостях Анастасия Моисеенко На своем голубеньком Mercedes GLE Попробует о себе, что же такое работа Детейлинг центре Расскажет секретное место, где она любит проводить Время на автомобиле И поделится лайфхаками Мы оказались в твоем автомобиле Он у тебя леворукий Скажи, на каком руле тебе удобнее ездить На правом или на левом? В праворульной машине я ездила Ну, мне, наверное, больше нравится Все таки на левом руле И до этого машина была на левом руле И сейчас Часто ли бывают, что у тебя становятся сотрудники ДПС И волнуешь ли ты, когда они это делают? Вообще, они тормозят очень редко Наверное, на этой машине Может, один или два раза меня тормозили Не волнуюсь абсолютно Мне кажется, они больше волнуются Они мне бывают иногда забывать документы вернуть Либо взять какие-то Поэтому я не волнуюсь Получала ли ты когда-нибудь штрафы И знаешь, как оплатить их с 50% скидкой? Штрафы мне приходят часто Так как я постоянно куда-то тороплюсь И, конечно, я знаю Постоянно их оплачиваю с 50% скидкой У меня есть программа Госуслуги, по-моему Я там оплачиваю Просто у меня туда не приходят И все, оповещалки По-моему, если я не ошибаюсь, 20 дней Расскажи, пожалуйста, какое-нибудь секретное место в городе Где тебе очень нравится проводить время на автомобиле Это вот дорога, как с фуникулера вниз спускаешься И там идет вверх такая дорога Я не знаю даже, какая там улица И там вообще мало машин Всегда прикольный вид В нашу передачу есть такая рубрика, как лайфхаки Где мы даем полезные советы для тех, кто нас смотрит Знаешь, впереди лето Точнее, даже не то, что впереди Оно уже наступило Но с нашей погодой лето еще впереди Вот Есть такая удобная вещь в автомобиле Это козырек, который спасает нас от солнца Но немногие знают, что этот козырек спасает нас от солнца Не только когда солнце светит прямо в глаз Но и когда солнце светит прямо в бок Козырек отстегивается, перемещается И спасает ваше лицо от обгорания Да, вот примерно так, наверное Это первый лайфхак, который хотел бы рассказать Второй лайфхак, это что на каждой двери Задней установлена специальная кнопочка Которую мы вам сейчас покажем И она делает так Если эту защелку переключить То изнутри дверь не открыть Это называется антидети Что-то такое, чтобы ваш ребенок Который не достиг своего летнего возраста Не выпрыгнул из машины на ходу Еще один полезный совет Постали машину, все окна закрыта Открываешь, духота, дышать невозможно А это делается наискосок То есть вот твоя дверь открывается окно И вот, и ты открываешь дверь наискосок И стоишь вот такими странными движениями Проветриваешь автомобиль Настя, как ты следишь за своим автомобилем? Ну, вожу его на мойку периодически Когда есть время Работала на мойке, говорят, да? Но ты не работала никогда в детейлинге Давай попробуем сейчас с тобой В этот день поработать в детейлинг-центре Здорово было бы, давай попробуем У нас есть партнер Детейлинг-центр Гараж Они с радостью нам в этом помогут Раз Настя согласилась попробовать себя В роли работника детейлинг-центра Мы загнали ее автомобиль в Vox Где производится мойка И сейчас Настя сама приведет свою машину в порядок Нил, как тот человек, который все знает Про детейлинг Расскажет ей И укажет на основные проблемные зоны Это, кстати, ее автомобиля Ну и посмотрим, что же они смогут сделать с этим Мерседесом Так как ты сегодня согласилась участвовать в нашем эксперименте Ты будешь сегодня в роли детейлера А первое, что на твоем автомобиле я вижу Самое грязное Это колесные диски Что бросается большего внимания Я предлагаю тебе их сейчас почистить И тебе объясню, как это делать Первое, что Где-нибудь перчатки защита Чтобы у тебя Ну, химия не попадала на руки А на дисках образовывается колодочная пылька Да, ну, ты тормозишь А тормозит, где колодочная пыль Это не такая металлическая стружка Которая взбивается В лак, краску И... Скоро совсем что-то рутся Ее простой водой, простой химией ее не убрать Для этого есть специальные составы Сейчас я тебе продемонстрирую Вот это первое Бери бутылочку Прежде чем наносить химию Мы проверяем температуру дисков Потому что на горячие диски Наносить ее нельзя Посмотрели? Диски Тормозные диски Сами диски Ну, 28 градусов Это, ну, обычная температура Первым вообще делом В детейлинге Моются сначала В принципе, как на любой мойке Должны мыться диски Колесные арки Резина Почему делается так? Чтобы тут Самый эпицентр грязи И обычно на мойках моют сначала кузов А потом диски Но когда моют диски Из диска вся грязь летит опять на кузов Так что, ну, давай приступать Везде пшикай Подаешь Вовнутрь, да, тоже пшикай Ничего себе прикольно Цвет меняет Это индикатор, который в нем содержится Это мы видим работу состава За пшикой везде, везде, везде По всему, по периметру По диску ничего резине не будет Да, теперь мы ждем Сейчас состав поработает Вот это то, что красная эмульсия идет Это индикатор Это работает сам состав Ну, то есть он показывает, как он работает Убирается колодочная пыль Сейчас мы это все дело собьем С помощью АВД Убираем пыль, песок, который на дисках есть По новой зальем этим составом И уже будем чистить щеткой Для чего нам АВД с ним убирать это все дело? Чтобы диски не царапались Класс Сейчас дают перфер Ты им пойдешь сбивать тот состав, который мы с тобой нанесли Работает он легко Просто нажимаешь на курок И все, он подает давление Также тебе понадобится еще специальная насадка Я тебе ее переставлю Для того, чтобы ты могла хорошо промыть арки И также диски на все места, куда твоя насадка не подойдет Теперь снизу вверх сбиваем Да, и внутри диска Также ты можешь вот эту насадку развернуть сюда, вот сюда И засовывай туда его поглубже Ничего страшного не будет Пенные вечеринки Теперь мы приступаем На второй раз будем проходиться с составом И уже чистить щеткой С первого раза без, скажем так, механического воздействия Без щеток диски все равно не очистились полностью Мы убрали основную грязь, пыль, песок Сейчас ты второй раз покрываешь диск составом Изнутри тоже все везде пропшикиваешь И будешь чистить все это дело щеткой Все, можно начинать? Да, начинай Ты прям заливай нормально И на внутреннюю часть диска тоже пролей А сейчас ты берешь щетку и начинаешь внутри диска проходить Но я тебе сейчас помогу, возьму тоже щетку и будешь перемогать Сколько по времени уходит на полностью чистку машины вместе с салоном совсем? Ну, это называется дитейлинг комплекс Трехфазная мойка с элементами там чистки салона Ну, в районе четырех часов машина будет уйти Если просто трехфазная мойка Это мойка дисков, дверных проемов Все с щеточками, с кисточками Ручная мойка обязательно Которая убирает статическую грязь Она займет в районе двух с половиной часов Два-два с половиной часа То есть, по факту, приехала машина, оставила Выехала по самым делам Я тебе позвонили Приехала машина, забывала Пока работает химия Очищаем диски Давай быстренько с тобой почистим резину Требуется вот такая щетка Держи Обмен Обмен И вот такой вот очиститель резины По всем вопросам обращайтесь ко мне По-моему, любую тачку, любой сложности В принципе, у тебя получилось неплохо Но у нас не только же мойка Пойдем, я тебе покажу еще полировку Как делать полировку А пока, парни, помоете машину Классно, погнали А если вы думаете, что пользуются услугами дитейлинга Только те люди, которые готовят машины продажи Или нужно сделать химчистку Или, допустим, это очень дорогие машины Их покрывают специальными пленками Которые бронируют автомобиль То нет Бывают экстренные случаи Когда, допустим, вы едете Иете кофе в своем любимом автомобиле И вдруг совершенно случайно Резко тормозите Или что-то случается на дороге И ваш кофе проливается на сидушку Как это происходит прямо сейчас Если вы только пролили кофе Свежее пятно Что мы обычно делаем? Мы пользуемся в этот момент экстрактором Экстрактор – это моющий пылесос Который подает воду И ее же всасывает Проходим сначала экстрактором Для того, чтобы добиться лучшего результата Мы воспользуемся биоразлагаемой химией Нанесить мы ее будем с помощью торнодора После того, как мы обработали сидение Повторно моющим пылесосом Сидение остается немного влажным Чтобы эту влагу из него вывести Мы можем использовать турбосушку Сидение сухое можно есть Не хотелось бы запачкать вещи Поэтому я, пожалуй, посмотрю, как вы работаете Мы решили провести один эксперимент Взяли черный капот Поделили его на 4 части Я буду полировать профессиональной пастой Нил будет полировать обычной пастой Которой обычно полируют любители Он также будет специалист деталин-центра Алексей Который будет профессионально выводить Этот черный капот на новый уровень И один кусок капота мы будем не трогать вообще Посмотрим, что из этого получится Время пошло Прежде чем начать полировку Нам надо подготовить капот Но с помощью бубриканта Блинный кожаный тряп Тем самым мы уберем оставшиеся влаги Пыль, песок и нежелательные элементы Так, Миш, вот тебе кусок блины С помощью бубриканта Будешь просто водить по кузову Это я как в детстве пластилином лепил? Примерно то же самое, да Эта поверхность у нас гладкая Она подготовлена уже под полировку Сейчас одену на машинку в мех Им работай аккуратно Ты получается вот такие Ты поставил плоскость И пробную плоскость держишь Поменяли мы диск Берем пасту Делаю также 4 точки Что мы сегодня сделали в гараж детейлинг? Мы купили черный капот Для нашего эксперимента Эту часть обработал профессионал детейлинг-центра Алексей Эту часть обрабатывал я Человек, который первый раз в жизни этим занимается И третью часть мы обрабатывали любительской пастой Четвертую часть мы не трогали Для того, чтобы вы могли сравнить то, что получилось Получается, что у вас в гараж детейлинг-четыре бокса Это антигравийная пленка и обклейка Это химчистка, мойка И мы находимся в боксе полировки Да, все верно И у меня сразу первый вопрос Что это за полка с банками? Это полка с банками Это все полированные пасты Почему их так много, первый вопрос Почему много цветных дисков? Я сколько раз не ездил китайцам, там всего два Диски, они отличаются по своей мягкости, плотности То есть для каждого лака используется свой диск и своя паста Какая-то паста по суше, какая-то паста пожирнее будет То есть, допустим, Тойота Там лак, он, ну, с ним хорошо, удобно работать На связке именно, ну, допустим, я бы использовал коховскую пасту Если не сам, ну, как практика показывает, да, я бы взял пасту Минзерна Даже если машина новая, все равно можно довести ее до более лучшего, ну, эффекта добиться от краски Чтобы она больше блестела, был более насыщенный цвет Мы взяли бы, там, пасту Рупис Бигфут Кроме пасты, вы же здесь еще что-то храните И вот, допустим, на этой второй полке Вторая полка, это представлено здесь керамика То есть жидкое стекло Это защитное покрытие Если я нанес на машину, то все, я как будто бы в танк Нет, конечно, не так От каких-то мелких там царапин, от каких-то мелких воздействий она, конечно, защитит Но если брать, допустим, гвоздь и покрыл керамикой машину И думаешь, что H9, там, керамическое покрытие прочное И сейчас возьму гвоздь, пойду по кузову Конечно, нет, она от этого не защитит Она защищает от каких-то там, ну, веточек, мелких там прикосновений Машина не царапается, так сильно Она дает крепкость лаку тверже И также керамическое покрытие, оно придает блеск Более насыщенный свет становится И придает гидрофобные свойства То есть не так липнет грязь Дождь капельки скатывается То есть, что берут, как вот на мойке, да? И иногда показывают, попшикали водой, да? И она бас, сама такая стекла Это вот это все Да, это вот это все Отлично Что вот это за полка? Ну, здесь представлена также керамика и жидкие стекла От другого бренда Ну, у нас вот тут, допустим, здесь бренд Everglas Керамические покрытия, ну, хорошие Это все топовые линейки вообще Ну, которые мы пользуемся Которые нас устраивают, как они наносятся Какой она делает Ну, да, однозначно, это неплохо Мне на мойке за 300 рублей предложили воском машину натереть Я натер все Зачем мне покрывать керамикой? Ну, чтобы дольше кузов сохранялся Красивее Даже, ну, покупая даже не новую машину Но если есть люди, такие педанты, да? Чтобы она всегда блестела Лучше всего воспользоваться, конечно же, керамикой Керамикой, да Отлично Скажи, вот еще я видел, что обклеивают машины спереди Какими-то пленками, чтобы камушки, когда попадают Это антигравийная пленка Антигравийная пленка Бронирование, да Это дает защиту автомобилю А сколько по времени делается такая же? Ну, по-разному Смотря какой ты закажешь спектр услуг Ну, два дня Два дня? Да, где-то два дня Зоны риска два дня Ну, мне так, что я приехал, и у меня на месяц машина не понравится Нет, конечно, нет Какой у вас самый долгий по времени спектр услуг? Это смотря, что ты закажешь Если ты, допустим, приехал, захотел себе помыть двигатель Сделать химчистку Полирнуть машину Закрыть это все дело антигравийной пленкой Поверх антигравийной пленки еще покрыть керамикой Но это будет самый долгий комплекс, я думаю Скажи, пожалуйста Сейчас тебя смотрят, мне одна тысяча человек И, допустим, они все разом собрались И решили приехать к тебе в гараж детейлинг Что ты им готов предложить? Какую скидку ты дашь по промокоду Автомир Видеоверсия? 5% 5% Специально для вас 5% скидка от гараж детейлинг Ну что, с вами была рубрика 2D, девушки и дороги У нас в гостях Настя Моисеенко Сегодня она себе попробовала работу в детейлинг-центре Скажи, как тебе? Было здорово, теперь у меня есть опыт Обращайтесь, если что Удача на дорогах Он бывает разный Но одного у него не отнять Он очень дорогой Впереди тачка номера Сегодня в нашей передаче не просто джип Автомобиль бизнес-класса Испытывает суровые условия ладивостокских дорог Лексус ИНС 570 На нашем тест-драйве Поехали! Опускается она с двумя двигателями Один двигатель дизельный Другой двигатель бензиновый Дизельный объемом 4,5 литра А бензиновый 5,7 литра Поэтому Лексус 570 называется В длину он больше 5 метров 5,86, как заявляет производитель Ширина 2 метра А высота 1,8 метра И все это при дорожном просвете В 22,5 сантиметра Я еще раз напоминаю У нас бензиновая версия И от 0 до 100 он разгоняется За 7,7 секунд Лексус ЛХ выпускается На базе всем известного автомобиля Тойота Ленд Крузер Который в Японии считается символом построения Но есть одна очень интересная новость И очень интересный факт Лексус ЛХ 570 в Японии не продается Он продается в других странах Такие как Северная Америка, Россия Австралия, Новая Зеландия, Франция Но почему-то не в Японии Не на своей родине И сейчас мы с вами делаем небольшую экскурсию Находясь в городе Владивостоке Покажу вам красоты благодаря этому мощному А самое главное проходимому автомобилю ЛХ 570 обновленный Последней версии, которую только можно встретить на рынке, друзья И что мы можем заметить с вами по морде По морде видно, что решетка радиатора приняла новые формы А именно в виде песочных часов Как мы это с вами можем наблюдать А оптика Оптика сравнима теперь с такими автомобилями Как Lexus AS или GS Фирменные фары буквой L, друзья Когда мы видим эту подсветку Что сразу, понятно, на нас едет Lexus Комплектация максимальная Поэтому спереди у нас есть камера А также этот автомобиль оснащен аэродинамическим обвесом Что является немаловажным И очень крутым фактором для этого Jeep Ведь он сразу смотрится совсем по-другому Более спортивно, более агрессивно Вот мы поменяли автомобиль На том мы катались по бездорожью На этом мы будем кататься по городу И хотелось бы рассказать вам про салон Ну, далеко уже не новость для всех Что чем больше телек в машине Тем тачка круче Здесь вот такой телевизор, честно говоря, у меня дома У меня вообще дома телевизора нет Но если бы и был, мне кажется, он был бы меньше, чем в этом Lexus Сиденья с боковой поддержкой и сделаны для, ну, чтобы не обидеть, для больших людей, объемных Знаете, для добрячков, так сказать Вот А им будет, в них будет удобно людям, которые весят далеко за 100 кг Ну, как я Что не понравилось, да? Что вот это, вот здесь И вот здесь пластик Сиденья кожаные А боковые двери, вот, допустим, не кожаные Здесь, в целом, перешит на обычной комплектации Не кожаные двери То есть здесь кожа Здесь не кожа Кож зам Хотели вы узнать, едет ли он от нуля до сотни за 7,7 секунд Но правила дорожного движения запрещают ездить в городе свыше 60 км в час Поэтому, видимо, в другой раз Вообще, первый раз в автомобиле вижу Что есть автоматический подогрев или охлаждение сидений Что это значит? Нажимаем кнопку авто Зимой, скорее всего Он, конечно, вас согревает Ну, а летом заботится, чтобы вы не выходили с мокрой спиной Налог на этот автомобиль Как говорят его хозяева, не особо большой Около 50 тысяч рублей 48,50 Lexus X-170 является одним из самых безопасных автомобилей в мире У него при ДТП запрограммирована зона деформации рамы То есть восстановить его уже будет невозможно Но зато не пострадаете не только вы Но и также тот человек, с которым у вас произойдет ДТП Можем с вами наблюдать полный мультируль То есть тут можно управлять как и мультимедиа, так и навигацией Активный круиз-контроль Который работает как в городе, так и за городом А очень удобная вещь Вы его настраиваете и он сам едет за автомобилем Если нужно, притормаживает, если нужно, ускоряет Как и на всех Lexus свежих установлен джойстик, которым можно управлять мультимедиа Очень удобно, как будто просто компьютерной мушкой вы это делаете Установлена аудиосистема Mark Levinson, которая долбит так, что уши закладывает Из нововведений, из того, что хозяин сделал здесь, он полностью перешил салон Перешил салон и установил карбоновые детали То есть вообще идут они под дерево Но хозяину данного Lexus этого стало мало И он поменял свой интерьер И, кстати, смотрится довольно агрессивно, достойно Под капотом у нас V8 с непосредственным впрыском 367 лошадиных сил и классический автомат Это непростой Lexus переномен Он оснащен тюнинг-пакетом от фирмы Han Можно с вами видеть карбоновый капот Совсем другой, более агрессивный бампер Также это обвесы, расширители арок Также диски фирмы Han Выделение дифференциала 60 на 40 Плюс у него установлена подвеска, которая позволяет нам как поднимать автомобиль, так и опускать Вообще Lexus 570 сделан для того, чтобы вас возили Давайте же представим, что я уже с водителем Вот Сел на свое законное место И хочу расслабиться Что? Что первым делом? Впередом не выпирайся каренками Не скажу, что это плохо Возможно водитель будет поменьше Можно сесть, допустим, за пассажиром Но все дело в том, что как-то чуть-чуть маловато места Сидение двигается зад-вперед Также у нас есть управление климатом Управление подогревом сидений, охлаждением Все это у нас под рукой, как говорится Дорогой, комфортный И самое главное Безопасный автомобиль для российских дорог А с вами был первый, но далеко не последний выпуск Автомир видеоверсия в 2019 году Следите за нами в социальных сетях Подписывайтесь на наш YouTube канал Еще увидимся Генеральный партнер программы Компания ДВ Парц Большой выбор контрактных автомобильных запчастей На японские и европейские автомобили Без пробега по России Новое поступление два раза в неделю Более 700 двигателей в наличии Без машины все не то Нужны запчасти на авто ДВ Парц Контрактные запчасти на любые японские и европейские автомобили Экономия времени, гарантия качества, реальная цена ДВ Парц Любые запчасти для вас Снеговая 30А Сайт dvdefisparts.ru Телефон 296-80-25 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин